Музыка Мы собрались с вами, наверное, первый раз для встречи в таком формате с выдающимся человеком, академиком Яршовым Юрием Леонидовичем. И я просто, ну, наверное, кафедра, которая пригласила Юрия Леонидовича, она знает достижения академика Яршова как бы наизусть, потому что это давние, в рамках давних связей кафедры алгебры и математической логики нашего университета и тем направлением, которое возглавляет Юрий Леонидович, он из Новосибирска. И, ну, просто вот для других, может быть, кто-то не знает, я просто коротенечко так вот зачитаю то, что в советское время называлось объективкой. Ну, то есть некая вот информация там в духе 17 мгновений к размышлению. Я буду опускать слова выдающиеся, вы сами все поймете. Юрий Леонидович Ершов, значит, вот, начиная прямо с середины листа, будучи студентом, стал известен в кругу математиков новыми интересными научными результатами. И через несколько месяцев после окончания университета в 63-м году под руководством академика Мальцева, ну, если кто не знает, кто такой Мальцев, надо сходить в библиотеку и взять книги этого ученого, и вы все поймете. Защитил кандидатскую диссертацию на тему разрешимости элементарных теорий. А в 1965 году, то есть через два года, защитил докторскую диссертацию на тему элементарной теории полей. С 67 по 2004 год заведующий отделом математической логики Института математики Сибирского отделения Академии наук с 24 ноября 70-го года член-корреспондент, то есть через 7 лет после окончания института, член-корреспондент Академии наук по отделению математики. С 73 по 76 год декан Мехмата Новосибирского государственного университета. С 85 по 93 ректор Новосибирского государственного университета. С 91 по 2002 директор НИИ математика информационных основ образования при университете в Новосибирске НГУ. С 1988 этот институт называется Институтом дискретной математики и информатики Министерства образования России. С 7 декабря 1991 года академик по секции математики, механики и информатики. В 2000 году награжден орденом за сослуги перед Отечеством четвертой степени. С 2002 года исполняющий обязанности директор Института математики Сибирского отделения Академии наук. С 2008 по 2011 директор Института математики. В 2003 году получил государственную премию России в области науки и техники. За монографию кратно нормированные поля. В 2010 году награжден орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. В 2010 году стал лауреатом премии правительства Российской Федерации в области образования за цикл трудов, концепции формирования логика математического образования в высшей школе. В 2013 году получил Демидовскую премию за выдающиеся заслуги в развитии математической логики. В 2016 году награжден орденом Александра Невского. Академик Ершов является председателем Объединенного ученого совета по математике и информатике Сибирского отделения. Академик Ершов является председателем диссертационного совета по специальности 0101-06. Это математическая логика, алдебра, теория чисел при Институте математики и Сибирского отделения. И Академик Ершов является главным редактором сибирского математического журнала и журнала «Алдебра и логика». Как это сейчас говорят, они в скопусе. Стремительность научной, ну я вот обещал избегать эпитетов, стремительный, великий. Я, наверное, зачитаю только из этой вот самой объективки еще несколько фраз. Значит, Юрий Леонидович Ершов является активным членом клуба 1 июля, неформального сообщества академиков-член-корреспондентов РАН, заявивших о готовности не вступать в новую Академию наук, учреждаемую согласно проекту федерального закона Российской Академии наук, значит, ну, в связи с ФАНО, я так понимаю, да? И вот этот клуб выступил против переноса выборов президента и президиума РАН. Ну, для чего я это сказал? Для чего я это зачитал? Для того, чтобы мы понимали, что разговор, наверное, сегодня может пойти и не только о достижениях, не только о математике, но и о проблемах математики и о проблемах науки в России в целом. То есть, мне кажется, что сегодня, может быть, не надо избегать острых углов, потому что мы имеем возможность задать выдающемуся ученому и очень хорошему человеку, человеку искреннему, вопросы и получить ответы от мудреца. Так что, господа, пользуйтесь этой коллеге, пользуйтесь этой возможностью и задавайте вопросы. Ну, а перед этим, наверное, мы... Ну, нужно дать Юрию Леонидовичу сказать некую краткую речь. Пожалуйста, Юрий Леонидович, вам, у вас все включено. Не, ну, вы тут столько наговорили про меня, так что я не знаю даже. Юрий Леонидович, вы много говорили, но несколько главных для нашей республики слов сказано не было. Надо отметить, что Юрий Леонидович является посчетным членом Академии наук республики Татарстан и уже буквально с 80-х годов он очень активное участие принимает в научной жизни нашего Казанского университета. Фактически вся научная деятельность, которая проводится в области алгебры и математической логики в Казанском университете, происходит под влиянием Новосибирской школы математиков, а Юрий Леонидович является признанной главой Сибирской алгебраической школы. Более того, сейчас все уже абсолютно в этом убеждены, это глава российской алгебраической школы. Так что для нас, ученых Казанского университета, это большая честь иметь такого человека среди другов казанских математиков. Так, ну, я понимаю, конечно, что как бы обсуждать научные, вернее, математические проблемы смысла нет, если не будет конкретных вопросов каких-то. Ну, а так, собственно, сказали, ситуация с состоянием российской науки, собственно, и российского образования, к сожалению, не такая блестящая, как хотелось бы. Поэтому здесь вопросов может быть очень много. Ну, вот здесь упомянули этот крупный клуб 1 июля, он связан. Три года тому назад была произведена неожиданная, ну, для научного сообщества, по крайней мере для академического сообщества, довольно резкая реформа российской академии наук. Кстати, в первоначальном тексте постановления, которое готовилось, там была такая фраза «Закрыть российскую академию наук», а на базе российской академии наук, пожалуй, медицинской и сельскохозяйственной, создать новую. Ну, вот я должен сказать, что точно не берусь сказать, где-то через 15, что ли, лет исполнится 300 лет создания российской академии наук Петром I. Так что мы встречаем 300-летний юбилей в очень разобранном состоянии, я бы сказал. Ну, и поэтому часть членов академии сказали, что да, вот там было написано «закрыть», а в новую академию нужно писать заявление. Мы сказали, что мы писать в такую академию наук заявление писать не будем. Это было около 70 членов академии. Есть сайт такой, firstjulyclub.org, можно посмотреть. Там есть и список членов, и всякие документы, письма, которые мы пишем. Но это, как говорится, общее впечатление, что, я бы так сказал, не все благополучно. И, к сожалению, авторитет науки в нашем обществе, он сейчас значительно ниже того, который был, когда я начинал. В этом году исполняется 60 лет со дня создания Сибирского отделения Российской академии наук. Ну и, кстати, как раз 60 лет, как я школу кончил. В 1957 году я закончил школу. Было создано Сибирское отделение Академии наук. Правда, университет в тот момент не был, в 1957 году создан. Поэтому я решил поехать поступать в Москву. Не поступил, вот, потом вернулся, год проработал на заводе Чкалова на авиационном. Через год поступил на Мехмат Томского университета, один из старейших университетов в азиатской части России. А через год был создан Новосибирский университет. В 1959 году был создан Новосибирский университет. Я, как уроженец города Новосибирска, и мои родители жили в Новосибирске, захотел перевестись. Но, к сожалению, я хорошо учился, и меня не пускали. А была такая ситуация. В 1959 году был набор на два курса, на первый и второй. Ну, на первый обычно, как говорится, абитуриенты приходят из школы, а на второй курс набирали студентов из других вузов. Распоряжение министерства было, что тех студентов, которые Новосибирский университет хочет принять, но которые из города Новосибирска, тех, как говорится, можно, а из других городов только по согласию соответствующего вуза. Вот меня два года не пускали, а потом мои родители, даже не спросив меня, но сделали удачный шаг, они обычно никогда ни на что не жалуются, они написали письмо в министерство, сказали, что вот мы хотели бы, как говорится, сына видеть здесь, тем более, что есть университет. Ну, и меня, как говорится, со скрипом, но отпустили, поэтому я в 63-м году перевелся, в 61-м году, прошу прощения, перевелся в университет Новосибирский и был среди первых выпускников. Кстати, один из активных инициаторов вот этого клуба «Первое июля» Володя Захаров, академик-физик такой известный, он мой сокурсник тоже из Новосибирского университета. Ну, вот я еще раз говорю, что вот когда создавалось Сибирское отделение, то происходили события, там, и первые спутники, первые люди в космос вышли, поэтому отношение к науке было, ну, такое очень, так сказать, с придыханием, и молодежь, соответственно, относилась. Ну, а сейчас, к сожалению, вот есть некоторый разлад, я бы так сказал, между руководством страны и академией. Значит, вот те люди, которые советуют высшему руководству страны, на мой взгляд, имеют неправильное представление о том, как должна развиваться наука. Среди таких людей бывший министр образования господин Фурсенко. Он является помощником президента, и является, есть при президенте совет по науке и высшему образованию, он там является заместителем, ну, и, к сожалению, он, как говорится, близок к проведению политики. И, хотя, нужно сказать, что вот инициаторы того текста закона, который в чистом виде не прошел, но, тем не менее, то, что прошло, все равно сделало для науки плохо, так и неизвестен. Никто не похвалился и не сказал, что это я был инициатор этого закона. До сих пор неизвестно. Но есть подозрения, как говорится. Но то, что, как говорится, этот закон поддерживали Фурсенко, и господин Ковальчук, есть такой из Курчатовского научного центра, который неоднократно эти идеи высказывали. Но я не хотел бы, как говорится, вдаваться в детали и самой реформы. Сама атмосфера не очень хорошая. И вот я говорил насчет отношения общества к этому. Поскольку, как говорится, большая часть, ну, значительная часть членов Академии не восприняла эту реформу, на нее оказывалось давление, в том числе, используя средства массовой информации. Такие, как канал РБК, значит, еще, значит, были, я бы так сказал, некоторые заказные передачи, в которых, как говорится, Академия наук представляли. Ну, и время от времени, как говорится, происходит такая вещь. Вот в прошлом году первый раз после реформы были проведены выборы в Академию. Довольно много людей выбрали в Академию. Но там есть некоторая особенность. Вот я уже сказал, что слили Российскую Академию наук, Академию сельскохозяйственных наук и Медицинскую Академию наук. Ну, а там, как говорится, разные есть традиции. Но вот могу сказать следующее, что, скажем, у медиков там, ну вот, скажу слово семейственность, но не в самом, не в плохом смысле. Дело в том, что, значит, довольно принято, что, как говорится, дети врачей становятся врачами, дети врачей-ученых тоже становятся учеными. Ну, и оказалось так, если чисто формально посмотреть, довольно много детей и жен членов Академии снова были выбраны члены Академии. Но это сильно муссировалось, значит. Ну, и потом, я бы так сказал, у тогдашнего президента, сейчас мы без президента, временно находимся, Владимира Евгеньевича Фортова на заседании Совета по образованию и науке, значит, Путин публично сделал выволочку, ни за что. Дело в том, что он отдал распоряжение по министерствам о том, чтобы чиновники не подавали заявление на избрание. Ну, а некоторые люди подали заявление об избрании. И некоторых из них, далеко не всех, избрали. И он предъявляет претензию Фортову. Фортов говорит, мы, говорит, их спрашивали, они сказали, нам разрешили, в наших министерствах нам разрешили. А Путин говорит, что же мне с вами делать? А при чём тут Фортов, извините? Тебя не слушают, а Фортов виноват. Но это, естественно, не добавило авторитета ни Фортову, ни Академии наук. Ну и вот, в конце прошлого года должны были быть перевыборы руководства Академии наук, президента, президиума, руководителей региональных отделений, председателей, академиков, секретарей специализированных отделений, членов президиума, членов бюро и так далее, и так далее. Было выдвинуто на пост президента три человека. Это сам Фортов, ещё, значит, два человека. Макаров и Панченко. Панченко – это РФФИ, директор. Ну, значит, там по процедуре было заседание президиума, на котором должны как бы расставить приоритет. И вот заседание президиума Фортов получил, я уж сейчас точно не помню, но примерно так, 20 голосов, а те по 5 голосов. Ну, и стало понятно, значит, ну, во всяком случае, где-то там наверху или сбоку приняли, поняли, что, скорее всего, Фортовы изберут, а я думаю, что так бы и было. Вот. Ну, и там начались какие-то закулисные, закулисные работы, про которую, ну, мы детально не знаем, ну, насколько я знаю, Фортова несколько раз вызывали в администрацию президента, возможно, что он виделся даже с самим президентом. Ну, короче говоря, его вынудили, значит, сняться с выборов. Но нужно сказать, что два других кандидата, я думаю, они вычислили, поняли, что их тоже не изберут, вот они тоже сняли кандидатуру, и оказалось, что из трех выдвинутых все три сняли свои кандидатуры. А весь выборный процесс устроен так, что сначала выбирается президент, только после этого выбираются вице-президенты, академики-секретари, председатели региональных отделений и так далее, то есть вся выборная кампания посыпалась. Ну, вот правительство назначено исполняющим обязанности президента академика Козлова, это директор математического института, наш математик, вот, для того, чтобы он, как говорится, да, а чисто формально было сказано так, что положение о выборах президента имеет неточности какие-то такие, к которым может прицепиться средство массовой информации. Мы стали оглядываться на средства массовой информации, что они скажут, а вот нелегитимно, вот запугали, так скажем. Ну, скорее всего, это была придирка. Ну, вот сейчас президиум издал новое постановление, ну, так сказать, уточнил положение о выборах. Выборы сначала хотели назначить на конец ноября, но в настоящее время, значит, выборы назначены на 25-27 сентября. Так что, вот, в эти дни произойдет выборы нового руководства. Ну, вся эта шумиха, как говорится, она тоже авторитета Академии не добавила, потому что нелояльные средства информации, конечно, тоже на этом спекулировали и продолжают спекулировать. Ну, вот так вот и живем, ну, что делать? Сказать, что после этой реформы, так сказать, ну, то, что лучше не стало в Академии, это все признают и никто с этим не спорит, но сказать, что, как говорится, Академию наук сломали, это тоже неверно, потому что, в общем, институты, хотя у них теперь другой хозяин, ФОНО, новое федеральное агентство научных организаций, которое по закону было призвано как бы заниматься хозяйственной деятельностью, но сейчас занимается всем, поскольку оно является учредителем этих институтов, оно дает деньги, поэтому оно следит за том, чтобы каких директоров надо избирать с ними надо согласовывать, ну и так далее, и так далее, поскольку это новая структура, они мало чего знают, то они слишком много запросов, там директора институтов жалуются, что не успевают отвечать на запросы ФОНО, поэтому лучше точно не стало, но я бы так сказал, что катастрофического разгона Академии к счастью не произошло, ну вот так и живем, не знаю, если есть какие-то вопросы конкретные, спасибо, Юрий Леонидович, можно я не почину, но воспользуюсь правым, микрофон держу, каковы ваш, какова ваша точка зрения на острые проблемы математического образования в России, вот у нас, наверное, у каждого здесь сидят преподаватели математики и студенты, наверное, магистры, вот так вот, и у вас, наверное, огромный, ну не наверное, у вас огромный опыт, и за очень большой промежуток времени наблюдение за изменениями в математическом образовании России, каковы сейчас его проблемы, может быть, какие его перспективы, ну, что делать дальше? Не, ну вот, я тут говорил о реформе Академии наук, но и в высшей школе, конечно, и вообще в школе произошли реформы, вот, это введение ЕГЭ небезызвестного, ну, здесь, как говорится, тоже дискуссия многолетняя идёт, людей, которые бы, так сказать, осмеливались сказать, что ЕГЭ это замечательно, я не встречал, честно говоря, хотя так уклончиво говорят, обычно говорят следующую вещь, которая на первый взгляд кажется оправданной, что ЕГЭ позволяет школьникам, как говорится, с периферии поступать в центральные вузы, вузы Москвы и Ленинграда, ну, действительно, как-то, ты хорошо учишься, сдал, там, высокую планку ЕГЭ получил, значит, имеешь возможность, ну, как бы, приехать в Москву или в Санкт-Петербург, так что, как бы, социальный лифт, так говорят, но часть правды в этом есть, конечно, а теперь посмотрим, как это реализуется, реализуется это, вот, скажем, вернемся к Новосибирску, вот Новосибирске, когда создавался Новосибирский университет, была создана система поиски хороших абитуриентов для университета. Были организованы все сибирские олимпиады, в том числе и математическая олимпиада, ну, и там физическая, и химическая, и другое. Потом была организована физико-математическая школа при университете, куда вот победители олимпиад сначала приглашали на летнюю школу, где с ними занимались, потом они сдавали, как говорится, экзамены, те, кто хорошо себя показал, их принимали в физмат-школу, ну, и нужно сказать, что выпускники физмат-школы в абсолютном, ну, большинство из них, конечно, поступали в Новосибирский университет, потому что преподавали там в том числе и профессора Новосибирского университета, так сказать, они имели возможность там ходить на спецкурсы. Ну, а теперь сейчас, значит, ясно, что вот тех людей, эта система до сих пор работает, мы находим хороших ребят, готовим их в физмат-школе, они хорошо сдают ЕГЭ, и многие, как говорится, не могут устоять перед соблазном, а почему бы не поехать в Москву, почему бы не поехать в Ленинград? в Ленинграде, как говорится, у этого плюса есть и минус. Я вот на встрече в Академии об этом сказал, а там сказали, если посмотреть дальше, то и те, кто поехал в Москву, на самом деле многие, даже сам факт, как говорится, выбор, где бы там жить послаще, кончается тем, что они там в хорошем вузе тоже неплохо учатся, а потом поедут поступать в аспирантуру за границу. Вот, как говорится, социальный лифт, но куда лифт-то? За границу? Я думаю, что такой лифт не нужен. Но есть и другая вещь, которая тоже не даст... Вот я уже сказал, что вот то, что говорили, плюс, вот если внимательно посмотреть, это тоже не является плюсом, а что касается минуса, то как раз для математического образования вот это система, как говорится, ну, я грубо сформулирую угадывание ответов, она не способствует развитию логического мышления в школе, а я считаю, что математика в школе, ее главная задача, на самом деле, не выучить там формулы для синусов и косинусов, и там площадь треугольника, а в том, чтобы научиться рассуждать, научиться доказывать теоремы, понять, что такое биологическое мышление. Вот это на самом деле не поощряется, если ты хорошо рассуждаешь, то это не всегда помогает большой балл по ЕГЭ получить, поэтому в этом смысле проблема есть. спасибо. Спасибо, Юрий Леонидович. Значит, давайте, коллеги, вопросы. Ваши вопросы. Помощницы мои готовы. Я, наверное, буду передавать микрофон в первый ряд нашего собрания. Итак, вопросы. Юрий Леонидович, интересную мысль однажды высказывал и в президиуме РАН, и в других местах, и в печати, академик Нигматуллин, да, Роберт Искандерович? Вот он говорил, что избирать в академию должны все доктора наук России, потому что бывает так, что иногда избирают член коры, людей, которых почти никто не знает. Ну вот он там четкую такую систему выборов продумал, все. Вот когда он рассказывал, ну, стало ясно, что этого осуществить это очень трудно. Ну, как вы считаете, вот есть в этом рационализирование? сейчас я, да, я понял вопрос и отвечу. Ну, во-первых, я должен сказать, что был один и не безуспешный опыт однажды. В 91-м году, как вы знаете, Академия наук СССР исчезла, потому что СССР исчезла, и была создана Российская Академия наук. И первые выборы в Российскую Академию наук были проведены с помощью системы выборщиков. Значит, эти те люди, которые выбирали, были и члены Академии, были и доктора наук. Был разработан механизм, чтобы там академические институты, вузы, на самом деле, ну, по некоторому алгоритму выдвигали, выбирали выборщиков, и они, как говорится, они выбирали. Так что некоторый опыт есть. Некоторый опыт есть. Вторая вещь состоит в следующем. Ну, вот, идея Роберта Искандровича о том, чтобы к деятельности Академии привлечь так сказать, деятельное внимание не только членов Академии, но и докторов наук, оно, в общем-то, правильно, и вот за эти годы на самом деле была, часть его предложения была реализована, она не касается выборов Академии, но она касается введения понятия профессор Ран, профессор Ран, эта идея была реализована, были проведены выборы профессоров Ран, они там консолидировались, проводят собрания, высказывают свои идеи, так что они вносят свой интеллектуальный вклад в деятельность Академии, это было правильно, кстати, Роберт Искандрович и высказывал идею о создании института профессоров Ран, так вот эта идея была реализована, но она не касается выборов, вот, я не так уверен, что и нужно это делать, хотя вот из этих профессоров Ран, они как бы запасная скамейка, из них выбирать, вот прошли выборы, я уже сказал, которые точно цифры не помню, но я думаю, что где-то десятая часть профессоров Ран была выбрана в Академию в этом, вот, осенью прошлого года, так что этот механизм более-менее работает и вполне разумный. Спасибо, еще вопросы, коллеги. Юрий Леонидович, скажите, пожалуйста, как на Ваше взгляд сказалось то, что Академия Старая Академия объединилась с Академией Чехскохозяйственных и Медицинских Наук, это факт положительный, отрицательный, как к нему относиться? Ну, здесь однозначно, как говорится, на такие сложные процессы, я думаю, как говорится, черно-белая не годится. Ну, во-первых, я должен сказать, что представители медицинской науки, их довольно много было и в Российской Академии наук, представителей сельскохозяйственной науки, тоже было довольно много. Поэтому сказать, что объединили уже совсем, так сказать, несовместимые организации, сказать, нельзя. ну, само объединение, я бы так сказал, в каком смысле заставляет проводить более активно, искать более активно совместные исследования. Но, с другой стороны, есть и, значит, определенные издержки. Ну, вот я уже сказал по поводу медицинской, это к науке не имеет отношения, но к организации традиции выбирать из своей семьи, как говорится, членов Академии у медиков есть, а у Российской Академии сказать, что ее нет, это тоже не так. Все мы знаем, как говорится, примеры, но вот у Михаила Алексеевича Лаврентьева, основатель сибирского отделения, значит, сын тоже был академик, он был директором Института математики, ну, и много таких примеров. Так что, сейчас идет определенное притирка, есть плюсы, есть минусы. Однозначно сказать, что это плохо не могу, и сказать, что это хорошо тоже не могу. Леонидович, а какой вы видите по вашему мнению идеальной организации Академии? Просто вернуться к старому не надо было вообще трогать? Вернуться к старому никогда невозможно, если, как говорится, организация сложная и большая, то, как говорится, нельзя войти дважды в одну и ту же воду. но с другой стороны, ну вот, сейчас более-менее ясно, и это во многих, как говорится, отзывах и публичных говорится о том, что создание ФАНО, вот, федерального агентства научных организаций, через которое идет финансирование, которое занимается подбором директоров, которое сейчас начинает вмешиваться в выбор тем для научных исследований, все считают, что это неправильно, и я считаю, что это неправильно. Попытки, как говорится, как говорится, разграничить деятельность ФАНО и Президиума Академии наук за эти три года к ясному разграничению функций не привела и, похоже, что не приведет. Значит, нужно что-то делать такое. Ну, вот, одно из предложений, которое наш клуб там 1 июля подготовил такое письмо, которое подписало около 200 членов Академии и профессоров РАН, там прямо написано, что фактически ФАНО надо сделать. Раньше в Президиуме Академии наук был заместитель, ну, условно говоря, по хозяйственной части, который, тем не менее, назначался, значит, Советом Министров. Так вот, если действительно это хозяйственная часть, ну, вот ее и сделать это было, сделать это ФАНО вот этой хозяйственной части, которая была, ну, и пусть оно занимается, как говорится, оформлением недвижимости, оформлением закупкой оборудования, помогает ученым, там, и так далее, и так далее. Есть чем заняться, но нужны четкие правила игры, и вот то, как есть, потому что ФАНО на уровне министерства, тот слен Совета Министров, а президент Российской Академии наук, его приглашают на заседание, у него, на самом деле, таких функций нет. Так что вот эта разбалансировка, она есть, ну, иногда еще говорили, что, может быть, на ФАНО там нужно навесить функции по поводу внедрения, но, во-первых, оно это тоже не умеет делать, поэтому сейчас тоже витает в воздухе предложение, ну, которое требует обсуждений. Раньше был Госкомитет по науке и технике, главной задачей которого было, как говорится, ну, условно говоря, ну, вот, сопровождать, то есть правительство формулирует задачи перед наукой, а Госкомитет, как говорится, зная, что делается в Академии наук, в отраслевых институтах, он, как говорится, организовывает реализацию тех или иных практических работ. Ну, то, что, как говорится, проблема внедрения фундаментальных исследований в практику, во-первых, это нелегкая задача, а во-вторых, что у нас в России, к сожалению, не так уж хорошо умеют это делать, это есть факт, но нужен и будет ли эффективен какой-то новый бюрократический орган, трудно сказать, высказывают не возвращение к этому, но возвращение к ГКНТ, об этом многие говорят. Ну, и нужно сказать, что в ГКНТ, ну, вот, скажем, директор, председателем ГКНТ был академик Марчук, он в свое время был председателем Сибирского отделения, то есть, он известный ученый, после того, как он побыл председателем ГКНТ, он стал последним президентом Академии наук СССР, так что, вот, во главе этого комитета стоял человек, который имел действительно широкий научный кругозор, и который все правильно это делал, так что, здесь что-то надо делать, но у меня, как говорится, рецептов, я не знаю, я сам не специалист по внедрению. Спасибо. Итак, вопросы? Юрий Динаевич, сегодня. Юрий Леонидович, вы давно работаете в системе тестации научных кадров, скажите, пожалуйста, вот, здоровая ситуация у нас в этой области, потому что докторов экономических наук, политологов, там у нас их на порядок защит больше происходит, на физмат науке, вот, и те, которые, ну, в общем-то, нарушения есть в тех науках, значит, ВАГ старается ужесточить требования, и все это сказывается на физмат науках, которые и так нормально работают, зачем ужесточать, вот какая ваша точка зрения на эту тему? Не, ну, вы правильно заметили проблему, конечно, эта проблема есть, но, кстати, сказать, я здесь ничего не говорил, поскольку есть у нас еще Министерство науки и образования, как вы знаете, вот, которое в свое время и Фурсенко возглавлял, вот, его роль тоже не очень понятна, вот, я думаю, что Министерство науки и образования могло бы здесь более серьезно регулировать, значит, и перебор с экономистами и так далее. Ну, и раньше ведь и в советское время, я не знаю, у меня, может, какие-то неправильные воспоминания, но мне казалось, что вот в Грузии членов, вернее, докторов и кандидатов медицинских наук, значит, в процентах по отношению к населению, населению республики и населению, как обстоит дело в Советском Союзе в целом, значит, оно было сильно непропорционально. То есть, такие искажения, они бывали, я говорю, что, может быть, иногда они возникают, но вот в таких малых местах может быть объективно, может быть, активно работающая научная школа в принципе может производить, но когда, как говорится, ну, во-первых, с экономикой плохо, а докторов экономических наук больше, чем нужно, то вопросы возникают. Но как это регулировать, я не знаю. Но Академия наук, слава Богу, за это не отвечает, хотя свое мнение может высказывать. Спасибо, Юлия Иванович. Еще вопрос к Оленю. Давайте. Нет, я хотел бы услышать ваше авторитетное мнение. В каком состоянии математика сравнительно с мировым уровнем сейчас российская и насколько бедственен отток молодых кадров? Ну, как говорится, за всю Одессу трудно говорить, но мое впечатление состоит в том, что российская, я в целом хочу сказать, российская фундаментальная наука при всех издержках, о которых мы сейчас говорим, все-таки остается на достаточно высоком мировом уровне. Это же касается и математики. Это же касается и математики. И, значит, есть математические центры, ну, старая там Москва, Санкт-Петербург, появились новые, там, Новосибирск, в Казань. Ну, вот, кстати, по поводу математики, вот, было решение о создании четырех международных математических центров. Значит, два приакадемических институтах в Москве и Санкт-Петербурге и два при университетах, один в Казани и один в Новосибирске. Я, кстати, здесь по приглашению этого центра нахожусь. Ну, то есть создание самого центра и идея его очень хорошее, что касается исполнения, то ситуация такова. Решение о создании было принято при старом руководстве и если в прошлом году эти центры получили финансирование такое, которое вселяло радужные надежды, что это все будет хорошо и замечательно развиваться, то пришла новый министр, кстати, ничего плохого про нее не могу сказать, но значит, тот отдел, который занимался он там проворовался не на математических центрах, их всех прогнали, финансирования нет, но появилась другая идея, которая сама по себе может и неплохая, это были международные математические центры, а сейчас предлагается создать еще 10 региональных математических центров, то есть как бы с акцентом на региональные, в общем-то это правильно, с другой стороны, но то не сделано, это не сделано, денег ни туда, ни туда нет, но я еще раз говорю, что наука фундаментальная, слава богу, живет, хотелось бы, чтобы, как говорится, на нее вот это давление бюрократическое и административное было поменьше, вот, но математики продолжают доказывать хорошие теоремы. Ваши ученики остаются здесь или уезжали? Сейчас в основном остаются здесь, это было там 70-е, 80-е годы, когда, ну, когда уже совсем тяжело было, там довольно много уехало, сейчас более-менее неплохо. Спасибо, Юрий Леонидович. математики читают таким образом, лекции 10 часов, практики 30 часов в семестре, вот, разве это возможно? И вообще исправится когда-нибудь ситуация в этом направлении? Не, ну, как говорится, это дело университета, дело... Это дело министерства, нам получают, нам такую дают, такие планы учебные. Нет, ну, я, честно говоря, тут не знаю, думаю, что, ну, во-первых, надо и с министерством бороться, если вы знаете, как правильно, значит, надо выступать с предложениями и добиваться, чтобы менялось, тут я не могу ничего сказать. Извините, я пошучу, но, наверное, такой вопрос задавать академику Вершову, это все равно, задавать вопрос, почему в стране велосипеды плохие, понимаете, ну, все движется, и ракета летит, и велосипед, ну, это наша боль, а... Нет, но, я еще раз говорю, если вы хотите, чтобы что-то исправилось, надо не ждать как снисхождения благодатного огня, надо добиваться, добиваться изменения то, которое вы считаете правильным, значит, надо ездить в министерство, в методические эти комиссии, значит, добиваться, доказывать, что то, что есть неправильно. Коллеги, еще вопросы? Дмитрий Лебедович, пожалуйста. Уважаемый Юрий Лебедович, спасибо вам за достаточно содержательные ответы. Да, меня знают, наверное. А, значит, про ректор Казанского университета по образовательной деятельности. Значит, вопрос у меня достаточно простой. Тут почему-то большинство вопросов задавало про Академию наук, и только последние два-три вопроса касались университета, хотя здесь сидят работающие университеты, сидят молодые люди, которые связали свою жизнь пока что с университетом. Академия у них, надеюсь, у всех впереди. У меня вопрос конкретно касается университетского образования. Хорошо, мы все констатируем, что школьное образование, ЕГЭ, да, мы можем долго рассуждать, это тема отдельной встречи, может быть, плохо, хорошо. Мы имеем тех молодых ребят, которых мы имеем. Они пришли к нам из школы. Не их вина, что они учились по тем программам, и по тем требованиям, которые к ним предъявляли, они сделали свой выбор, пришли учиться на математический факультет, на Мехмат по-старому, куда-то на физфак или куда-то еще пришли учиться. Замечательно. К сожалению, несмотря на то, что говорят, там часы какие-то, куда-что, суть преподавания, как была на Мехмате 30 лет назад, как 40 лет назад, и содержание во многом не изменилось. Это ведь не только наша проблема. Вы наверняка хорошо знаете проблему французской школы математической. И, кстати, во Франции все математики наиболее такие известные и лучшее математическое образование дается в инженерных школах, а не в университетах в основном. И вот вопрос такой. Хорошо, мы имеем то, что на входе имеем. Ребята, они неплохие, они хорошие ребята, они просто другие. К ним нельзя подходить к меркам, к которым подходили, когда, уважаемые профессора, учили вас, когда вы учились, были студентами. Это просто другие ребята. Вот, есть ли какие-то такие наметки, какие-то, может быть, штрихи к тому, что как мы могли бы поменять суть содержания математического образования с тем, чтобы результат был таким же, чтобы фундаментальная наука не пострадала. Ведь мы понимаем, что ту программу, которая была 50 или 40 лет назад на Мехмате МГУ, Новосибирске, в Казанском университете сегодня осилить не могут. Что делать? Вот здесь, вот в университете, на этом уровне. Ну, как говорится, что я могу сказать? Ну, если приходят, как говорится, недоподготовленные школьники, вернее, абитуриенты, которые, значит, но есть простой способ, состоящий в том, что надо, значит, их доучивать, виски, кстати, мне вот запомнилось, я как-то в Стэнфорде был, там, знаете, на первом курсе преподают английский язык в Америке. Вот, их не устраивает знание английского языка тех студентов, тех абитуриентов, которые к ним пришли. Так и тут, вот я знаю, наши физики, например, они, ну вот, первую, половину первого семестра, на самом деле, исправляют изъяны средней школы. Это, конечно, как говорится, кустарно, но, значит, стратегически надо бороться в целом, чтобы министерство правильно, чтобы изменить и программу преподавания, и стиль преподавания, и акценты. Если не будет ЕГЭ, а будет акцент, как говорится, на глубокое знание, то та же программа может дать совсем другие результаты. Ну, а, как говорится, исправлять о грехе, я уже сказал, есть чисто, ну, кустарные способы, но они работают. Если вы хотите сохранить ребят, ну, сохраняйте, помогайте им. У меня в связи с этим последний вопрос. Как вы вообще относитесь, вот вы сейчас говорите, давайте мы еще полгода урвем из того остатка, который остался у студентов. У студентов сейчас вот эта система бакалавров, магистров, она не работает. То есть мы вообще будем, в конце концов, из университета выпускать, бывших выпускников школы. Как вы вообще к переменам относитесь, которые сейчас в высшем образовании, они к чему должны привести? В высшем образовании, ну, скажем, связанные с обучением в аспирантуре, вот эти вот все перемены, как вы к ним относитесь? Отрицательно, если, как говорится, если одним словом, то отрицательно, это можно было заметить в моем, конечно, отрицательно. А к бакалаврам как вы относитесь? Бакалавры и магистры, ведь магистры уже практически не учатся, они работают, они вечерним образом. Да я знаю, я когда был декабрь, нет, уже когда был ректором, при мне, значит, появились эти бакалавры и магистры, знаю я все эти проблемы, да, не знаю, ничего хорошего нет. Не понял я самой идеи, честно говоря, этой Болонской. Это чтобы дать возможность нашим выпускникам поехать за рубеж и там работать. Ну, так же, как ЕГЭ, но вот. Они без этого поедут, поэтому нечего было переходить на эту систему. Ладно, калития. Советская система образования пять лет, это была самая душа ее любитная. Николай Второй. Коллеги, это, давайте не переводить собрание в клуб, вот, пиквикский клуб, это пикейные жилеты, то есть, понятно, что мы, у всех накипело, но, накипело, да, давайте все-таки вопросы задавать, ну, скажем, вот, Елена Александровна, заведующая кафедрой общей математики, которая как раз вот, наверное, на передовой этой битвы с формулами. Нет, я не буду об этом, о грустном не надо. Где вы ждете прорывов в математических исследованиях? Вот я хочу о хорошем. Ну, как говорится, мне трудно прогнозировать, я думаю, что прорывы, они трудно прогнозируются, единственное, что, о чем нужно заботиться, это касается не только математики, но и всей фундаментальной науки, вот, когда тоже были там реформы, первый министр у нас появился, когда науки сказал, науки у нас слишком много, потом Фурсенко сказал, университетов у нас слишком много и так далее, говорят, слишком много, но если мы не будем иметь людей, которые понимают все, что происходит в мировой науке, то ждать каких-то прорывов будет невозможно, мы их даже не заметим, поэтому, как говорится, рецепт, сделать прорыв нет, а рецепт о том, что надо за всем следить и знать все, что происходит и в математике, и вообще в фундаментальной науке, это главный рецепт. Я думаю, что для такой большой страны, замечательной, как наша, это вообще вполне возможно, и роль Академии наук в этом и состоит, в том, чтобы, как говорится, все знать, а по возможности делать прорывы. Спасибо, коллеги, еще вопросы? У меня еще два вопроса есть, вот один такой вопрос, у нас в России есть еще такая Академия, которую в кавычках только Академия можно назвать, это РАЕН, вот есть ли какая-то надежда, что ее закроют в будущем, ну ее вообще запретят? Ну и вообще, как у нас обстоят дела с борьбой с лженаукой? Это первый вопрос. И второй вопрос, что бы вы посоветовали молодым подрастающим ученым и студентам, чем заниматься, чтобы принести максимальную пользу нашей стране, нашей родине? Ну, в частности, студентам, аспирантам, молодым, недавно защищенным людям, ну и вот, чем, какой профессией лучше заняться, если, например, математикой, то в математике какую область лучше выбрать? Спасибо. Ну, по поводу первого я хочу сказать, что РАЕН это общественная организация, сформулированные идеи, и те люди, которые, по-моему, у истоков стояли, у них были очень, так сказать, благостные мысли и идеи, то, что она, как говорится, не очень реализовалась, но это может быть даже просто печально, потому что чем больше есть организаций, которые занимаются пропагандой науки и завлекают людей заниматься наукой, тем лучше. Насчет закрытия, я не сторонник закрытия, закрывать надо только вредные организации, я не считаю, что РАЕН вредная организация, так что не надо закрывать. что касается, значит, чем заняться молодежи, ну, я уже вот только сейчас говорил, на самом деле надо не отбивать любознательность у школьников, у молодежи, если чем-то интересуется, ну, из науки, то школа должна помогать, вуз должен помогать, надо делать все что, а рекомендовать, что займемся сейчас только там нанотехнологиями или информационными технологиями, я думаю, это неправильная установка, всем надо заниматься, везде могут быть и будут прорывы, поэтому всем надо заниматься, не надо ограничивать себя, а если молодой человек чем-то увлекается, не наркотиками, не алкоголем, то ради бога, только радоваться надо и помогать ему. Коллеги, Иридин Надич, я извиняюсь, еще один вопрос, который давно-давно стоит, вот Виктор Антонович Садовничий как-то говорил о том, что на Мехмат-МГУ ну, это приходят абитуренты, которые достаточно подготовлены, да, и, ну, наверное, они неплохо подготовлены, но потом часть из них очень хороших уезжает за рубеж, да, и вот он говорил о том, что примерно на 50 лет вперед Соединенные Штаты, Россия обеспечила Соединенные Штаты квалифицированными математиками, ну, вот как это отразилось вообще на состоянии математики в России, как вы считаете? Ну, я не так уверен, что уж слишком много уехало, хотя, я говорю, были годы вот там 70-е, 80-е, когда много уезжало, но хочу сказать еще одну вещь, у МГУ есть соперник, высшая школа экономики, у них есть математический факультет, и нужно сказать, что поскольку они имеют, я бы так сказал, неограниченные финансы, они привлекают к преподаванию, ну, практически всех ведущих, активно работающих ученых, ну, математиков, по крайней вере, туда, и так что перетечка бывает не только из МГУ зарубеж, но из МГУ в высшую школу экономики тоже, что совсем нехорошо. вы уже говорили о том, что слишком много экономистов, но вот почему даже хороший математик, он должен иметь диплом высшей школы экономики, я этого не знаю, просто потому, что, как говорится, у ректора жена директор Центробанка, Юрий Леонидович, а вот вопрос, который волнует меня, как директора Мехмата, я не мог найти на него ответ, хотя пытался использовать все доступные мне кулуарные и некулуарные возможности. Вот по вашим может быть сведениям, какой уровень доходов математики во высшей школе экономики? Мне неизвестно. Спасибо. Но знаю, что зарплаты там значительно выше, так что вот утечка не только студентов, но и преподавателей идет, хотя многие и там и там преподают, но то, что там платят преподавателям очень много, это факт. Вот так вот, спасибо. Итак, коллеги, еще вопросы? Да, вот вы Юрий Иванович спрашивали? Юрий Иванович, скажите, пожалуйста, вот я, будучи в Академгородке, наблюдал, как вы были общей конференцией с Андреем Петровичем Ершовым, обсуждали вопрос о математике, о фундаментальных науках в компьютер-сайенс. И у него существовала другая точка зрения, а у вас своя. Вы не можете подробнее сказать об этом? Ну, это, как говорится, дела минувших дней. Я к тому говорю, что здесь сидит и представитель Мехмата, и факультета компьютер-сайенс, поэтому и у студентов всегда есть вопрос такой, сколько нужно фундаментальной математики для компьютерщика? Много. Если одним словом, то много. Без серьезной математической подготовки хорошим компьютерщиком не станешь. А что касается споров с Андреем Петровичем, да, на самом деле были у нас, он говорил, что вместо мат-анализа нужно преподавать теорию графов. Ну, не знаю, детали, как говорится. но я был категорически не согласен. Поэтому, скажем, вот в Новосибирске факультет информационных технологий был создан относительно поздно. Дело в том, что была идея еще, когда Андрей Петрович был жив, значит, вот создать там, ну, факультет там, типа, программирования, ну, сейчас компьютер-сайенс. Но, поскольку, как говорится, его идеи по преподаванию был настолько радикальный, что большинство членов ученого совета матфака это не воспринимало и было категорически против, то он не создавался. А вот программа нынешнего факультета информационных технологий, она содержит математики достаточно много и достаточно хорошей, так что тут все более-менее нормально. Еще вопросы, коллеги? Директор математического центра Казанского университета. Спасибо. Юрий Альбинович, скажите, пожалуйста, вот в советские годы проводились часто всесоюзные конгрессы по математике. Сейчас в основном проводят конференции узкоспециализированные. Как, на Ваш взгляд, для развития математической науки проводить лучше все-таки узкоспециализированные конференции или конгрессы, которые, по-моему, в современной России в общем-то не проводились еще? Это сложный вопрос. На самом деле вы сразу два больших полюса сделали узкоспециализированные и конгрессы. Вот. Была другая традиция, ну, по крайней мере, вот в той области, где я занималась, в алгебре и там математической логике, там были, как правило, ежегодные всесоюзные конференции по алгебре, по всей алгебре. Можно проводить конференции там по теории колец, по теории групп и так далее. А вот конференция по алгебре, она, ну, в каком смысле, она алгебраический конгресс, так скажем. То же самое про математическое логике. Можно по теории моделей, можно по доказуемости и так далее, и так далее. Поэтому проведение достаточно широких конференций, но не обязательно за всю математику, как говорится, это, безусловно, нужно. Но я думаю, что, ну вот, в математическом мире есть традиции проведения раз в четыре года международных математических конгрессов. я бывал на многих из них, вопрос об их эффективности достаточно сложный, честно говоря, для меня не очевидно. Потому что те, кто мне интересен, они близки мне по специальности, и я их на более специализированной конференции могу увидеть и более предметно с ним поговорить. С другой стороны, там все-таки происходят какие-то встречи. Я могу сказать, что предпоследний раз когда я был в Международной математической конгрессе, это было в Пекине. Там я встретил, ну, сходил даже на лекцию человека уникального, человек, который, математик, который имеет Нобелевскую премию и Абелевскую премию. Кто знает, кто это? Нэш. Кино, наверное, видели, Игры разума. Значит, ну вот, известно, что Нобелевские премии по математике не присуждаются, но два математика получили Нобелевскую премию. Это Леонид Витальевич Конторович, который, кстати, преподавал функциональный анализ на механико-математическом факультете НГУ и заведовал кафедрой вычислительной математики, между прочим. И вот Нэш, американские математики. Ну, поскольку Нобелевскую премию математикам не дают, только вот те, кто занимаются математикой и экономическими вопросами, им как бы Нобелевскую премию по экономике дают, вот двоим математикам дали. Но известно, что норвежцы придумали премию, чтобы компенсировать математикам Нобелевские премии, придумали Абелевскую премию. Так вот, Нэш получил Абелевскую премию, он единственный человек, который получил, как говорится, две. Ну, кстати, это, ну, не это, ну, он после получения реальной этой премии, значит, возвращался из Норвегии и погиб в автомобильной катастрофе. Так что, вот, так бывает. Итак, коллеги, еще вопросы, я же сказал, трудно будет. Так, вот, федеральный профессор. Илья Леонидович, у меня, профессор, как раз вы поговорили про учительство, про науку, мы это все говорили, вот как ваше, какое ваше мнение, вот какое, вот у современного ученого, который вот занимается, вот сколько, должен ли он преподавать, или наоборот, ну, имеется в виду в высшей школе, и наоборот, должен ли он заниматься наукой преподаватель высшей школы. И насколько это, вот, понимаете, возникает некоторый такой, ну, ну, некоторый нюанс. Вот в Академии ФАНО, здесь в вузах Министерства образования, вот какой должен быть государственный приоритет между вузовской наукой и академической наукой, вот какое соотношение, вот какая должна быть государственная политика правильная? — Государственная политика правильная состоит в том, что не должно быть разницы между вузовской наукой и академической наукой. Наука — единый организм. Хорошей должна быть наука, а больше ничего. — Ну а что касается преподавания, то практика Новосибирского университета, когда основной массой преподавателей на всех факультетах, не только математическом, являются реально активно работающие исследователи из академических институтов, она себя полностью оправдала. — Я считаю, что это полезно. — Кстати, это естественным образом затягивает студентов в проблематику институтов, которые есть, потому что преподаватель может поделиться своими проблемами, заинтересовать студента, и это очень естественный такой процесс. — Ну а что касается того, что должен ли научный исследователь заниматься преподаванием, я думаю, что это не вредно уж точно, а полезно или нет, но это, возможно, зависит от индивидуальных особенностей человека. Но есть люди, которые не любят общаться, им, может быть, и не надо их заставлять, если они, не общаясь с другими, могут эффективно работать, доказывать теоремы, строить новые приборы без преподавания. — Ну ради бога. А если, как говорится, он к тому же может свои идеи донести до студентов. — Ну и к тому же, как правило, ученые индивидуально, ну математики есть, конечно, и много, которые индивидуально работают, но в других науках, как говорится, наука все-таки коллективный труд, и должен быть приток молодежи. — Самый естественный способ нахождения молодежи, с которым ты готов был бы работать, это преподавание. Ты, общаясь со студентами, видишь заинтересованного человека, сам его подготовил, сам его взял к себе на работу, он стал твоим помощником. Это естественный путь. — Итак, давайте, коллеги, ну вот мне показывают начальство, что последний вопрос, я тогда пользуюсь, я не могу начать слушать такой характер. Два вопроса последних, потому что Юрий Геннадьевич, он все-таки сегодня решил покорить Юрия Леонидовича. — Юрий Леонидович, я хотел бы вот какой вопрос вам задать. — Сейчас нас уговаривают публиковаться там в Скопусе, в Эплс оф Сайнс, да, вот. Но существовало прекрасное реферативное журнало, да. В этом реферативном журнале все статьи во всех наших журналах, сборниках, они реферировались. Эти журналы читали и в Соединенных Штатах, и в других странах. И вот, а теперь говорят, все это не нужно, так? А давайте вот мы будем посылать туда статьи. Какое рациональное зерно в этом, я не понимаю. Может быть, вы понимаете. — Не, ну, я бы так сказал, часто формулируется некоторая идея, которая сама по себе не вызывает никаких сомнений, а потом предлагается механизм решения. Идея о том, чтобы результаты российских ученых стали более широко известны за рубежом, она, безусловно, правильная. Тут вряд ли кто-то будет возражать. Но вопрос состоит в том, что предлагаемые методы решения этого, предлагающиеся, чтобы печатать за рубежом свои лучшие работы, я считаю, что неправильно. А опыт есть. Вот видите, у... — Да, у Марата Мерзавича и Юрия Леонидовича одинаковые нашивки, заметьте. — Жетоны. — Да, вот видите такие вот серебряные пластинки, на них написано «Алгебра и логика». Я расскажу про журнал «Алгебра и логика», который входит и в Скопус, и в App of Science, как он начинался. Значит, он начинался в Новосибирске, значит, вот на семинаре, там, семинар у нас так и называется «Алгебра и логика». Академик Мальцев Анатолий Иванович был организатором этого семинара и так далее. И вот обсуждался вопрос «Давайте, как говорится, издавать труды семинара». Труды семинара. Ну, была такая практика, многие академические институты издавали труды семинара. Ну, вот когда это обсуждалось, да, дело в том, что было ограничение, чтобы издавать журнал, нужно было разрешение ЦК. То есть это серьёзный вопрос. То есть если ты захотел издавать журнал, то добиться этого было довольно сложно. А издавать, скажем, труды семинара, значит, это разрешалось, вот семинар, семинар. И была предложена такая идея. Значит, издавать труды семинара, но в таком внешнем оформлении. Называется «Алгебра и логика», внизу мелким шрифтом написано «Труды семинара». И издавать, иногда труды, там, два труда в год, пять трудов, один, ни одного. А издавать систематически и номеровать, значит, том первый, выпуск первый, том первый, выпуск второй и так далее. И вот мы начали так труды семинара «Алгебра и логика» печатать. Вот. Наступило время перестройки. Тогда мы стали журналом, получили лицензию, стали называться журналом. Но, тем не менее, поскольку мы печатали там хорошие работы, то ещё не став журналом, он стал переводиться на английский язык. Стал переводиться на английский язык. И до сих пор он переводится на английский язык. Он один из первых попал в «Эп оф сайнс» из российских журналов. Ну и я должен сказать, что мы заботимся о том, чтобы, скажем, лучшие работы по алгебре и логике, которые выполнены, ну, в первую очередь у нас там в нашем семинаре, а во-вторых, приезжие доложили у нас, мы с удовольствием их печатаем. Вот, и те, кто, скажем, основные результаты своей докторской диссертации опубликовал в журнале «Алгебра и логика» и опубликовал, по крайней мере, шесть статей в журнале «Алгебра и логика», те имеют право получить, значит, решением редакционной коллегии, значит, значок, серебряный знак журнала «Алгебра и логика». Вот Марат Мирзаевич у нас хорошо опубликовался, поэтому такой значок имеется. Спасибо. Ну вот я к чему хочу сказать. Это мы, способ стать известным, надо писать хорошие статьи, и, как говорится, мы не искали переводчиков, нас нашли, поскольку у нас хорошие результаты, нас стали переводить, мы стали журналом, попали в скопус, попали в веб-офф-сайт. Я думаю, вот это более правильный путь, чем лучшие работы печатать за границей. Спасибо, Юрий Леонидович, спасибо, Юрий Геннадьевич. Отличный вопрос, я просто про себя аплодировал и вашему ответу, конечно. Итак, последний вопрос, коллеги. Последний вопрос, раз уж обещано. Тогда Марат Мирзаевич. Давайте мы поблагодарим Юрия Леонидовича за согласие, вот такую очень интересную встречу организовать с преподавателями нашего Казанского федерального университета, пожелать ему здоровья, успехов во всем, и чтобы он всегда поддерживал такие же тесные связи с преподавателями, математиками Казанского федерального университета, какие были до сих пор. И мы очень надеемся, что это не последний приезд Юрия Леонидовича. У нас еще очень большие планы на будущее сотрудничество. Поблагодарим и пожелаем всего самого наилучшего. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...